Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. В ходе которых Дональд Трамп проиграл борьбу за переизбрание действующему главе американского государства Джозефу Байдену. Впрочем, многие сторонники бывшего президента до сих пор верят в его победу на этих выборах и к подобной версии развития событий, весьма, впрочем, конспирологической, склоняется и сам Дональд Трамп. Сам бывший президент Соединенных Штатов был крайне возмущен необъявленным заранее обыском, который провели детективы Федерального бюро расследований, впрочем, как и сторонники Дональда Трампа среди республиканцев в Конгрессе Соединенных Штатов. Дональд Трамп даже сравнил обыск Федерального бюро расследований со знаменитым Уатергейтом, процессом, который привел к отставке президента-республиканца Ричарда Никсона. Впрочем, сам обыск состоялся как раз в тот день, когда Ричарду Никсону пришлось подать в отставку с поста главы американского государства, чтобы избежать импичмента. Дональд Трамп, как известно, продержался гораздо дольше и пережил два импичмента, которые не привели к его окончательной отставке с поста главы американского государства, так как за тогдашнего президента Соединенных Штатов Горойке был Сенат. У республиканцев, как известно, тогда было большинство в Верхней Палате американского парламента. Это и спасло Дональда Трампа от досрочного прекращения президентских полномочий. Однако сейчас Дональд Трамп, разумеется, думает не о прошлом, а о будущем. Он уже объявил о своей готовности баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов вновь. Дональд Трамп остается кумиром большого числа сторонников Республиканской партии США и поэтому имеет неплохие шансы выиграть праймерис и вновь вступить в борьбу за пост главы американского государства. Очевидно, что это остается главной политической целью бывшего президента. Также, как и очевидно то, что многочисленные судебные расследования, которые касаются Дональда Трампа и его команды, могут помешать этому баллотированию и заставить республиканцев определиться с другой кандидатурой на будущих выборах президента Соединенных Штатов. Не говоря уже о том, что те действия, которые сейчас предпринимаются Федеральным бюро расследований, могут сказаться на расстановке сил в американском конгрессе. Промежуточные выборы являются для республиканцев, можно сказать, моментом истины, ведь у них появляется шанс вновь установить контроль над Палатой представителей и Сенатом. И это ограничит возможности действующего президента Джозефа Байдена. Не только во внутренней, но и во внешней политике. Могут, в частности, быть изменены представления о том, как следует Соединенным Штатам реагировать на войну, развязанную Россией против Украины. Несмотря на двухпартийную поддержку Украины в американском конгрессе, очевидно, что акценты, которые многие республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, ставят в вопросах поддержки Украины, значительно отличаются от тех акцентов, которые ставит демократ. И таким образом сама военная поддержка Украины может, если не уменьшится, то, по крайней мере, проходить в более спорадическом или хаотическом ключе. Тем более, если на эту поддержку будет влиять сам бывший президент Соединенных Штатов, до сих пор убежденный, судя по его последним высказываниям, что с диктаторами можно договариваться. Хотя все договоренности Дональда Трампа с лидерами авторитарных режимов, и когда дело касалось Северной Кореи, и когда дело касалось России, обернулись очевидным внешнеполитическим фиаско. Но, тем не менее, обыск в Мар-Алага, проведенный детективами Федерального бюро расследований, это даже более серьезный вызов для Дональда Трампа и его сторонников, чем все те расследования, которые проводились до сих пор. Потому что речь может идти о законе, подразумевающем ответственность бывшего главы государства за сохранность документов и записей, которые президент делает, находясь на высшем посту в стране. Еще в период пребывания Трампа на посту президента Соединенных Штатов, многие ужасались тому, как он относится к этому закону. Бывший президент постоянно путал государство со строительной корпорацией, а свою ответственность в качестве главы государства с ответственностью миллиардера, который руководит собственным частным бизнесом и прилагает неимоверные усилия, чтобы надзорные органы немногое узнали о том, чем же он занимается на самом деле. Но президент, на той президент, чтобы надзорные органы знали о его деятельности и ответственности все, и чтобы эта деятельность и ответственность не могла быть сфальсифицирована. Так какова же ответственность за то, что какие-либо записи могут быть преднамеренно или непреднамеренно утеряны, испорчены и сфальсифицированы. А самое серьезное, речь может идти и о тюремном заключении, при том достаточно долгом, и о огромных денежных штрафах, а это может отразиться на способности Дональда Трампа провести свою предвыборную кампанию. И самое главное, я думаю, самое интересное для Дональда Трампа и его многочисленных сторонников Соединенных Штатов, так это то, что человек, допустивший подобные нарушения закона, может быть отстранен от участия в избирательных кампаниях в будущем. То есть потеряет возможность баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. И вот это, я бы сказал, детское отношение к важному закону и к ответственности и к каждому слову, написанному на бумаге или оставленному в социальных сетях, может сыграть с Дональдом Трампом злую шутку, раз и навсегда поставив точку в его ошеломляющей политической карьере, позволившей бизнесмену и шаумену без всякого политического опыта и понимания того, как вообще устроено руководство крупнейшей державы демократического мира, возглавить эту страну и привнести в ее управление весь тот хаос и безответственность, которые отличали всю политическую карьеру и жизнь Дональда Трампа. Конечно, сейчас еще рано делать выводы, потому что детективы Федерального бюро расследования только изъяли документы из дома Дональда Трампа в Мар-А-Лаго. Теперь ФБР предстоит серьезная и долгая работа над этой документацией, потому что понятно, что ошибки здесь должны быть исключены. Любая ошибка позволит подозревать ведомство в политизации тех процессов, которые связаны с фигурой бывшего президента Соединенных Штатов. Но если ФБР сделает соответствующие выводы, то всю последующую жизнь Дональду Трампу придется заниматься не политикой, а доказательством того, что он не хотел совершить те проступки, в которых его будут обвинять. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Удачи!